скифская дружба обычай скрепляющий воинов кочевники степей современной украины и казахстана дали нам удивительные примеры мужской дружбы ее позаимствовали другие народы например казаки горцы кавказа под обычаем кунаков различаясь в деталях они в целом показывали очень похожие примеры братства скифы подружившись соплеменником или даже иностранцам давали клятву верности богами надрезали себе правую руку и капли крови отправляли в чашу с вином туда окунали оружие а затем обнявшись с другом пили по очереди после этого друг превращался в ближайшего родственника буквально в самого скифа и его радости и проблемы становились тем же для другого один из рассказов о дружбе сослов скифа оксариса рассказал писатель 2 века нашей эры лукиан самосадский скиф арсаком влюбился в мазею дочь боспорского царя левконора будучи отправлен к нему послом по поводу дани которую постоянно платили боспорцы а тогда просрочили почти на три месяца увидев за обедом мазею высокую и красивую девушку он полюбил ее и начал грустить поручение относительно дани было уже исполнено царь дал ему ответ и уже устроил для него прощальный пир а в боспоре есть обычай чтобы женихи за обедом сватались за девушек и объявляли кто они такие и почему просят быть принятыми в брачные свойства на перу было много богатых женихов был тигропад властитель лазов одермах правитель земли махлиев и многие другие каждый из женихов должен объявить что он приехал свататься по окончании же обеда он должен потребовать чашу сделать возлияние на стол и расхваливать себя свое положение и имущество многие уже сделали возлияние громогласно объявили о своем неимоверном богатстве и силе последним был скиф арсаком но не сделал возлияние потому что у нас не в обычае выливать вино а напротив это считается кощунством выпил ее залпом и сказал царь а дай мне в замужество свою дочь мазею потому что я далеко превосхожу этих и богатством и владениями царь левконор зная что арсаком беден и родом из простых скифов удивился и спросил его а сколько у тебя арсаком стат или телег ведь в этом заключается ваше богатство у меня нет ни телег не стат ответил тот но есть два верных и добрых друга каких нет ни у кого из скифов тут подняли его насмех за эти слова толпа громко роптала и с презрением кричали что он пьян а дирмах царь махлиев получивший предпочтение перед прочими на другое утро должен был отвезти свою невесту страну миотов к махлием ночью арсаком рассказал своим друзьям как он был опозорен царем и осмеян на перу за то что показался бедняком а ведь я сказал он говорил каким великим богатством обладаю именно вами друзья ланхат и макент и вашей дружбой которая гораздо лучше и прочнее могущество баспорцев но он издевался и смеялся над нами а невесту отдал увезти одермаху потому что у него как говорили есть 10 золотых чаш 84 местных колесниц множество овец и быков таким образом он предпочел хорошим людям стада животных бесполезные кубки и тяжелые колесницы я вдвойне опечален друзья мои и потому что люблю мазею и потому что обида среди стольких людей глубоко поразило меня я думаю что и вы обижены одинаково потому что на долю каждого из вас приходится третья часть обиды если только мы со времени нашего союза живем как один человек и делим как горести так и радости этого мало возразил ланхат каждый из нас оскорблен всецело если тебе нанесена такая обида разделим между собой дело мести ответил ланхат я обещаю арсакому принести голову левконора а ты должен возвратить ему невесту пусть будет так сказал тот а между тем ты арсаком ввиду того что после этого нам вероятно понадобится войско и придется воевать останься здесь собирай и заготовляй оружие коней и военную силу возможно большем количестве тебе очень легко будет набрать войско так как ты доблестный да и у нас немало родственников а в особенности если ты сядешь на воловью шкуру так решили они и ланхат сейчас же как был отправился к баспору а макент к махлиям оба верхом арсаком же оставшись дома стал подговаривать сверстников вооружать войско из родственников а наконец сел и на шкуру воловья шкура древний обычай скифов если кто-нибудь потерпев от другого обиду захочет отмстить за нее но увидит что он сам по себе недостаточно силен то он приносит в жертву быка разрезывает на куски его мясо и варит их а сам разослав на земле шкуру садится на нее заложив руки назад подобно тем кто связан по локтям это считается у нас самой сильной мольбой о помощи все желающие подходят берут каждый по части лежащего тут бычьего мяса и став правой ногой на шкуру обещают сообразно со своими средствами один дать бесплатно 5 всадников на своих харчах другой 10 3 еще больше иной тяжело вооруженных или пеших сколько может а самый бедный предложит воинам самого себя таким образом иногда уж куры собирается большая толпа и такое войско держится очень крепко и для врагов непобедимо как связанная клятвой ибо вступление на шкуру равносильно клятве так поступил и арсаком у него собралось около 5000 всадников а тяжело вооруженных и пеших вместе 20 тысяч друг ланхат одновременно прибыл в боспор явился к царю занятому каким-то государственным делом и объявил что пришел от скифской общины а кроме того имеет и личное важное дело получив разрешение говорить он сказал скифы просят о том что всякому известно и ежедневно чтобы ваши пастухи не переходили на равнину а после стада в пределах каменистой местности относительно разбойников которых вы обвиняете в том что они делают набеги на вашу страну скифы отвечают что они не высылаются по общему решению но каждый из них занимается грабежом на свой страх ради прибыли если кто-нибудь из них попадется то ты сам властен наказать его вот что поручили мне скифы от себя я сообщу тебе что против вас готовится сильное нападение со стороны арсакома сына варианта который недавно был у тебя в качестве посла и теперь как кажется негодует на тебя за то что не получил от тебя руки дочери который просил вот уже седьмой день как он сидит на шкуре и у него собралось немало войска и так если ты обещаешь мне другую свою дочь баркетиду ведь я ничем не окажусь недостойным вас то я вскоре принесу тебе его голову обещаю сказал царь поклянись же сказал ланхат что ты исполнишь условия и не откажешься от него когда тот хотел дать клятву ланхат возразил не здесь чтобы кто-нибудь из зрителей не догадался в чем мы даем клятву войдем в этот храм ореса запрем двери и произнесем клятву так чтобы никто не услышал нас ведь если арсаком узнает что-нибудь об этом то он чего доброго убьет меня раньше войны уже имея вокруг себя немалый отряд войдем сказал царь а вы станьте как можно дальше и пусть никто не входит в храм кого я не позову когда они вошли туда а телохранители отошли в сторону ланхат обнажив меч а другой рукой зажав рот царю чтобы он не мог крикнуть ударил его в грудь а затем отрубив его голову и держа ее под плащом пошел из храма сказав страже что послан царем но скоро вернется в храм найдя на привязи коня он вскочил на него и бросился скакать в скифию погони за ним не было потому что боспорцы долгое время не знали о случившемся а когда узнали то подняли спор из-за престола второй друг макент услышав на пути о случившемся в боспоре прибыл к махлием и первым сообщив им известия об убиении царя сказал одермах боспор призывает тебя как царского зятя занять престол отправляйся вперед и возьми в руки власть явившись среди их неурядиц а царевна пусть следует за тобой на колесница таким образом ты легче привлечешь на свою сторону большинство боспорцев когда они увидят дочь левконора я родом алан и прихожусь ей родственником с материнской стороны потому что левконор взял замуж мастиру из нашего рода и вот теперь я прибыл к тебе от братьев мастиры живущих в алании советом как можно скорее отправиться в боспор и не допустить чтобы власть перешла к незаконно рожденному брату левконора эвбиоту который к скифом постоянно питает сочувствие а коланом вражду и теперь одермах продолжал он я готов или ехать вместе с тобой на боспор если тебе угодно или остаться здесь если это нужно и сопровождать молодую девушку я именно это и предпочел бы ответила дермах чтобы ты как родственник вез мазею ведь если ты вместе с нами отправишься на боспор то нас будет только одним всадником больше а если бы ты повез мою жену то заменил бы мне многих загнав коней макент увез дочь царяне на родину а в скифию к своему другу выполнив свою часть обещания когда же тот пораженный этим неожиданным зрелищем стал изливать свою благодарность макент ответил перестань отделять меня от себя благодарить меня за то что я сделал было бы все равно как если бы моя левая стала благодарить правую за то что она лечила ее раненую и нежно заботилась о ней во время ее страданий поэтому смешно было бы и с нашей стороны если бы мы издавна соединившись и слившись насколько возможно было в одно существо стали бы еще считать великим делом что часть нашего существа оказала какую-нибудь услугу всему телу ведь она как часть целого получившего услугу действовала ради самой себя так ответил макент арсакому на выражение его благодарности одермах услышав об обмане не явился в боспор потому что там уже царствовал и в бьет призванный от савраматов у которых он жил а возвратился в свою страну собрал большое войско и через горы вторгнулся в скифию немного спустя к нему присоединился и в бьет ведя с собой ополчение эллинов и приглашенных на помощь аланов и савраматов числом около 20 тысяч когда эвбиот и одермах соединили свои войска то всего оказалось 90 тысяч в том числе одна треть конных стрелков скифы собравшись в числе немногим меньше 30 тысяч вместе со всадниками под предводительством арсакома выжидали нападение после долгого и упорного сражения скифы стали поддаваться фаланга начала расстраиваться и наконец все скифское войско было разрезано на две части из которых одна обратила тыл но так что поражение не было явным и ее бегство казалось отступлением да и аланы не осмелились далеко преследовать другую часть меньшую аланы и махли окружили и стали избивать бросая отовсюду тучи стрел так что наш окруженный отряд оказался в очень бедственном положении и многие стали уже бросать оружие в этом отряде оказались и ланхат и макент они сражались в первых рядах и оба были уже ранены ланхат копьем в бок а макент секирой в голову и дротиком в плечо заметив это арсаком находившийся в другом отряде счел постыдным уйти покинув друзей он пришпорил коня вскрикнул и понес с поднятым мечом сквозь неприятеля так что махли и не выдержали стремительного порыва но раступились и дали ему дорогу добравшись до друзей и призвав всех остальных он бросился на дермаха и ударив мечом около шеи разрубил его до пояса когда он пал разбежалась все махлийское войско немного спустя аланская а за ними елины так что скифы вновь одержали победу и прошли бы большое пространство избивая их если бы ночь не прекратила дела на следующей стороны заключили мир дав обещание забыть все обиды пишите что думаете по этому поводу ставьте лайк и подписывайтесь на канал